Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, на который порой можно услышать диаметрально противоположные ответы, причем из уст священников. Но поскольку у нас портал библейский, то постараемся дать на этот вопрос ответ с опорой на священное писание, а не от ветра головы своя, как это нередко происходит. Вопрос таков, правильно ли венчать всех желающих? Увы, у нас есть некоторые наследия 90-х, которые спустя 20-30 лет приходится расфлёбывать, в том числе тем батюшкам, которые в 90-е были маленькими детками. Потому что приходят люди и говорят, батюшка, почему вот у нас, вот я не могу такие мучения с мужем, или там, почему муж меня бросил, или почему муж ушёл другой, или почему он пьёт-бьёт, или так далее. И оправдание какое. Мы же с ним венчались. Венчание воспринимается как некоторый магический ритуал, как то, что вот где же, вот это как некоторая консервация любви. Любовь невозможно законсервировать. Любовь это некоторое, вот как Господь берёт, и главная заповедь любви, и он идёт сеять свою проповедь, да, и вышел сеять или сеять. Да, и вот действительно возрастает, в зависимости от того, какая добрая земля. Точно и так же, вот любовь это то, что согревается, возрастается в браке. И истинная любовь, она приближает к Богу. Мир создан по образу, подобию Божию и испорчен грехом человека. И когда человек берёт и наиболее становится похож на Бога, на Бога Троица, тогда он приближается ко спасению. Образ Бога Троица, он и проявляется в венчании в таинстве брака, потому что не два человека соединяются, а три. Три личности, муж, жена и Бог, образуют подобие Троицы на земле. Это, конечно, некоторое символическое толкование. Мы вспоминаем, конечно, слова апостола Матфея «Остоять человек отца и матери, прилепиться к жене своей, и будут два вплоть едину». Да, 19 глава, 5-6 стих. И можно на них сослаться и сказать. И действительно, некоторые батюшки скажут. Ну вот, человек взял, оставил отца и мать, прилепляется, вот мы сейчас это венчанием зафиксируем. А потом, может, там люди в храм начнут ходить, или один из супругов, там кто ходит, а второй не ходит, второй к нему присоединится. Дай-ка мы повенчаем, но обратим внимание, нигде здесь не говорится о том, что таинство брака совершается. В принципе, это некоторая норма, это норма и для ветхозаветного времени, когда таинства брака, да и вообще таинства не было, потому что, как мы помним, Дух Святой, совершающий таинство, сошел только на Пятидесятницу, на божественных учеников и апостолов. И точно так же, если мы посмотрим на то чтение, которое тоже читается во время венчания, из послания к эфесиным апостолам Павла. Давайте просмотрим его, вспомним, о чем речь. Мужья. Члены тела его, от плоти его и от костей его. И дальше уже как раз пояснение евангельских слов. Посему оставит человек отца своего и матери плепиться к жене своей, и будет двоев одноплоть. Тайность вся великая, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого семья. А жена да боится своего мужа. Чтение, конечно, каждому человеку, стремящемуся к венчанию, знакомое. На венчаниях своих друзей наверняка слышали. Но я недаром выделил некоторые центральные слова. Центральные слова, потому что почему апостол Павел говорит в Евангелии от Матфея, вот сказано о том, что оставит человека прилепиться к жене их своей и мужа. Потому что становится со Христом един. Мы становимся часть отчасти от его плоти, от его крови, от его костей. Мы соединяемся с Богом. Как мы можем соединиться с Богом? Не только душой, но и телом. Тут тайна себя великая есть. Тайна, таинство. В таинстве Евхаристии. При части святых Христовых тайн человек соединяется с Богом. Если мы вспомним историю таинства брака, таинства венчания, венцы – это поздний элемент. Примерно VII век, как уже они сложились, что вот всегда возлагать стали. Причем это не был главный момент, это был некоторый момент награды в память о мучениках. Вот мученики они терпели, и Господь им свинцы небесные не спасла. И тоже как прообраз жизни будущего века, когда будет брачный пир, на котором Господь возглавляет его, а все действительно любящие души тоже в венцах соцарствуют Богу в вечности. Но прежде всего я бы обратил внимание, тоже вспомните таинство венчания, в конце выносится чашечка вина. Выносится чашечка вина, из которой трижды по очереди пьют уже муж и жена. Уже муж и жена, даже не жених и невеста, а уже обвенчанные люди. После пения «Отче наш». Что это напоминает? Когда «Отче наш», а потом мы берем и чего-то вкушаем. Конечно, это напоминание о том, что в древности, когда венцов никаких не было, люди приходили, читались древние молитвы, возможно, те же самые, те же, чем другие. И после этого в жених и невеста причащались святых христовых тайн, и вот они считались мужем и женой. Венцов еще не было. Венцы потом появились как дополнительные некоторые праздничные, пусть и символические элементы. Поэтому можно ли венчать тех людей, которые не причащаются? Ну, конечно, нет. Потому что ты, конечно, соединяется, может, муж и жена, и замечательные браки бывают. Люди друг друга любят. И апостол Павел в другом месте говорит, да, муж неверующий, освящается женой верующей. То есть, правда, бывает вот такой брак, тоже бывает непростой. Но там женщина верующая, детей как-то старается воцерковить, муж нет. Или наоборот, тоже, как ни странно, такое бывает, увы, обратная ситуация. Допустимы это. Люди свидетельствуют свой брак перед людьми, перед обществом, перед юридическими правами. Все действительно, они честно друг с другом живут. Но если они к Богу не стремятся, со Христом не стремятся соединяться, они не имитируют, что они вдвоем с мужем соединяются со Христом в таинстве брака, в таинстве Евхаристии. Потому что эти слова про венчание, про таинство брака церковного, они относятся к тем только, кто соединяется со Христом, к тот, кто причащается к святых христовых тайнам. И, собственно, вот эта чашечка, которая трижды пьется в конце таинства венчания, это обещание, что мы будем вместе причащаться, говорят брачующиеся. Причем не один раз свой батюшка сказал, надо разочек причащиться. И мы, ну, чтобы повенчаться, там, ну, раз правило такое, один раз причащимся. Почему неоднократно пьется? Да, три – это тоже символ живоначальной троицы, это некоторый символ божественной бесконечности, что это наша постоянная норма, что мы получаем венцы от Господа, потому что мы участники его брачного пира. Если мы его брачного пира, Евхаристии, причастия избегаем, то мы на самом деле, как Господь скажет, помните притчу о званых и избранных, что был человек, который сидел в небрачной одежде? Он скажет, дружи, чего ты пришел сюда? Ты не хочешь праздновать? Ты не хочешь причащаться к святых христовых тайнам? Говорит ангелам, изведите его в огонь кромешный. Да, и поэтому, и поэтому, если венчать людей, которые не стремятся причащаться, соединяться к Христу, жить в церковной жизни, это только навредит, навредит двум людям. Та же самая ситуация, когда один человек воцерковленный, верующий, стремится к Христу, а другой нет. Нет, нормально. Тоже вот недавно, мы там даже в храме поздравляли, наша одна девушка из нашей молодежки, кого я знаю, с детских лет, вот она вышла замуж за верующего, но не воцерковленного человека. И вот они расписались, и мы их поздравили, много лет испели, но, конечно, ни о каком венчании речи пока не идет, потому что если ее муж все-таки решит идти и соединяться со Христом, то они вместе уже это засвидетельствуют. Если нет, то, ну дай Бог, будет спасаться, конечно, более тяжелый крест у жены, но тем не менее будет спасаться муж неверующий, освящается женой верующей. И поэтому ни в коем случае нельзя, потому что, когда женщина чаще всего затаскивает на венчание своего невоцерковленного мужа, она кощунствует. Она берет человека, который не хочет соединяться со Христом, пытается насильно ко Христу привинтить. А мы знаем, что Господь жаждет только свободного общения. Поэтому, дорогие братья и, прежде всего, дорогие сестры, конечно, нельзя сказать, ой, не торопитесь с венчанием. Торопитесь. Идите скорее, исповедуйтесь, причащайтесь, натяняйте жителей, продолжайте жить в церковной жизни, сподвигайте своего любимого человека к этой церковной жизни, и Господь не спошлет вам с небес венцы. Конечно, лучше всего, чтобы брак и начинался с венчания. Но тогда просто, прежде чем еще даже идти в ЗАГС, когда только строятся чистые, непорочные отношения между любящими сердцами, уже начать показывать верующему, воцерковленному человеку, что самое ценное для его души – Христос. Чтобы другой любящий человек через вот это стремление любви нашел и открыл для себя Бога, и уже можно было свою семейную жизнь начинать с венчания. А иначе лучше подождать.